Проект Икея в Самаре, пишет блогер Дмитрий Бегун, сгубила скупость его владельца Ингвара Кампрада. Ни российская коррупция здесь ни при чем. Ведь, как известно, топ-менеджерам компании не положено иметь дорогих машин. И потому, предполагает автор-менеджер, отвечавший за строительство Самарского центра, приехав в Россию, похоже, наконец-то решил пожить как человек. Иначе невозможно объяснить, зачем он затягивал строительство, менял в самый ответственный момент подрядчиков и делал все возможное, чтобы траты на строительство росли и вышли, в конце концов, за пределы разумного. Кто знает, резюмирует Бегун, посади господин Кампрад своего менеджера хотя бы на Фольксваген, глядишь, в Самаре уже и Икея бы открылась, и убытков было бы в разы меньше. Дерево, расположенное во дворе 48-го дома по улице Мичурина, хоть в книгу рекордов Гиннесса заноси, написал блогер Сергей Арсентьев в посту, посвященном ликвидации сухих деревьев в городе Самара. С 2006 года, продолжает автор, «Люди ведут переписку, умоляя его спилить. И что? Кроме обещаний, ничего». «Пришлось писать обращение в прокуратуру. Надеюсь, результат будет», заключает блогер. «Не заправляйтесь на витязях, друзья, особенно если у вас хорошие иномарки», обращается к сообществу блогер Харен Григориан. «Год у них заправлялся», поясняет автор, «машина ездила прекрасно и без проблем, но в пятницу умер бензонасос. Причина – откровенно некачественное топливо». «Привет деду Вите», заключает автор, намекая о принадлежности данной заправочной сети экс-мэру Самары.